Добрый вечер, уважаемые грудницы! Вы смотрите выпуск новостей телеканала Грудно Плюс в студии Наталья Дёрть. В сентябре прошло торжественное открытие. Это означало, что ни одно мероприятие, даже самое маленькое, не останется без внимания журналистов. Появился надежный мост между городской властью и жителями. Специальные репортажи на злободневные темы, прямые эфиры с руководителями предприятий и организаций и ежедневные новости. Через 4 года в 2012 году на Грудно Плюс в эфир впервые вышла городская радиостанция МФМ-105.0. Новейшее цифровое оборудование позволило создать современную студию с оригинальным ФМ-вещанием. Оно охватывало весь город и Гродненский район. Две редакции под одной крышей под руководством Александра Ласминского ежедневно и стабильно выдавали контент для зрителей и слушателей. Весной 2016 года у руля предприятия встал Сергей Мазайло. И сразу же телеканал перешел на 16-часовое вещание. А в августе первым в стране начал вещать в HD-формате. Более того, телерадиовещательный канал расширился. Появилось новое направление деятельности. В свет вышел первый номер журнала Гродно. В этот же трансформационный 2016 год телеканал Гродно Плюс стал круглосуточным и появился в пакете зала. Сейчас мы современный городской медиахолдинг. Радио МФМ 105.0 радует гродницев оперативными новостями, качественной музыкой и большим разнообразием розыгрышей с подарками для слушателей. А недавно в штате ведущих радио появился уникальный сотрудник Роман Максимов, ведущий которого не существует в реальной жизни. Его голос генерирует нейросеть. Журнал Гродно пестрит обложками, где в центре всегда человек. Все тот же житель города над Неманом. Мы рассказываем о людях, которые живут, учатся, работают и творят рядом с нами в Гродно. Редакторы журнала ищут интересные истории, поднимают волнующие темы, разбираются в актуальных вопросах. Телеканал Гродно плюс ежедневно выдает в эфир свежие новости. Мы собираем воедино все события дня, объективно освещаем весь спектр тем, от политических до культурно-массовых. В последние годы именно мы ведем прямые трансляции с больших городских праздников. День Победы, День Независимости, День Рождения Города, Фестиваль Национальных Культур. Все это в эфире Гродно плюс. По воскресеньям идут прямые трансляции служб из Фарного Костела и Святопокровского Собора. Популярны у зрителя программы «Утро со знаком плюс», «Криминалу нет», «Авторазборка» и другие. Мы активно ведем наш Ютуб-канал, ТикТок, Телеграм, Инстаграм. И там вся информация проверенная и объективная. Недавно наш телеканал запустил в Вайбере стикер Пака Гродно. Главный персонаж – олень Святого Губерта, символ города. Мы постоянно в призерах конкурсов различного масштаба и направленности. С нами сотрудничают различные организации, предприятия и службы. Сегодня накопленный годами опыт мы разбавляем новинками и всегда в сфере масс-медиа с плюсом. Субтитры создавал DimaTorzok